Физкультурно-оздоровительный комплекс в самом сердце крупнейшего района областного центра подрядчик «Магистраль Телеком» начал возводить в ноябре 2019 года. Согласно условиям контракта, комплекс должны были построить и сдать за 12 месяцев. Однако все сроки были сорваны. Обидно, столько времени стоит такое прекрасное здание, спортивное сооружение, и никак мы не можем сделать. Только по одной причине в том числе, что в свое время вы вовремя не смотрели за этим подрядчиком. Или смотрели спустя рукава, сквозь пальцы. А я ходил сюда? Нет, он свидетель. Я ходил и говорил, что вы делаете. Только меня тут почему-то никто не слушал. И не слышал. Первый заместитель главы Брянской городской администрации проводит планерку прямо в стенах недостроенного спорткомплекса. Кажется, что ФОК уже готов принять спортсменов. Однако подрядная организация не доделала вентиляцию. Водопровод не завершила работы по пожарной и охранной сигнализациям. Затем последовало расторжение контракта, иск муниципалитета к подрядчику и решение суда в пользу городской администрации. Складывается такое впечатление, что мы ничего не делаем. Мы собираемся, поговорили и все. Но вот дошли до судов. Вот у нас есть решение суда. Есть решение суда. Соответственно, средства сейчас мы обращение написали на сессии горсовета. Почему ждем 19 числа? То есть обращение мы уже сейчас написали. Но нам для подтверждения, так как сессия у нас будет 28, до сессии мы должны принести исполнительный лист. То есть ждем 19 числа. Это понедельник. Крайний срок выдачи исполнительного листа это, я думаю, 23. То есть мы получаем исполнительный лист, прикладываем его к заявке на финансирование и выделяем финансы. В скором времени начнутся гидроизоляционные испытания главной чаши 25-метрового бассейна. По оценкам специалистов, объект на финишной прямой. Работы здесь приблизительно на 2-3 месяца. С учетом торгов, я думаю, что в течение трех месяцев мы должны завершить. А это уже строящийся детский сад в крупном микрорайоне по улице Флотской. Второй объект, который проинспектировал вице-мэр Брянска Сергей Антошин. Инженерные сети проложены. Электропроводка на первом этаже сделана. Стены отштукатурены. Работы ведутся с опережением графика. Уже обсуждается оснащение детского сада. Есть определенный дефицит средств, которые не являются капиталовложениями, невозможные заложения. Какой дефицит средств, чтобы все понимали, о чем идет речь? Порядка 17 миллионов. 17 миллионов. Это что, не только, чтобы крыша, стены, все это было, а на его наполнение? Да, это и вещи необходимые для жития, скажем так, детишек. Это мелочевка в виде белья, подушек, ложек аренок. И с другой стороны, это учебное оборудование. Проект садика типовой, то есть будет отвечать всем требованиям современного дошкольного учреждения, в которое уже после Нового года смогут прийти 280 малышей. Дмитрий Белов, Сергей Дюков, Матвей Николаев, Брянск.